Здравствуй, мой друг! Очень хорошо, что ты пришел. Проходи сюда, найди мягкие подушки поближе к камину, располагайся поудобнее, расслабься и слушай. Сегодня мы читаем рассказ Рассела Эрика Фрэнка «Лучший друг человека» или «Я вползу в твое жилище». Затворившись в своей каюте, Морфорд укрюм уставился в переборку и в силах больше одерживать тревогу. Он с ужасом почувствовал себя мышей в гигантской мышеловке, вырваться из которой можно было только объединенными усилиями всех пленников. Но кроме него, никто и пальцем о палец не ударит, это уж точно. Как предостереть человека от беды, если он уже влип по уши, а слушать тебя все равно не хочет и ничего не замечает? Мышь заставляет метаться в клетке сам вид решеток, постоянно напоминающие о печальной реальности неволи. Но пребывая мышь в блаженном неведении своего рабства, станет ли она метаться, биться, рваться на волю? Нет, конечно. Во всяком случае, за всю долгую историю обитающих на этой планете разумных существ, никому из них и в голову не приходило бы пытаться вырваться. А что взять с пятидесяти критически мыслящих альтаирцев, если три миллиарда землян ничего не знают и знать не хотят? Он все еще сидел, погрузившись в свои раздумья, когда в каюту вошел Харака и объявил, стартуем на закате. Морфорд не отвечал, жаль улетать добавил Харака. Харака был капитаном их корабля, типичный, дародный, розлый альтаирец, сплетая вместе, гибкие пальцы, он продолжал. Повезло же нам обнаружить эту планету, но и повезло. Подумать только, породниться с расой, полностью соответствующей нашим критериям разума, с человечеством, которое дружески приняло нас и готово сотрудничать с нами, и которое тоже, как и мы, развивает звездоплавание. Морфорд хранил молчание. Осекшись, Харака взглянул на него, что ты надулся, сидишь пугой, радости не чувствуя. Оно и видно. Физиономия кислая, да еще во время того, даже ства уже не заболел ли ты? Нет. Медленно повернулся. Морфорд посмотрел ему прямо в глаза. Скажите, вы верите в телепатию? Харака бешу. Не знаю права. Я, капитан, опытный инженер-навигатор, но не более. И прикидываться знатоком сверхъестественных явлений не стану. Не знаю даже, что теперь сказать. А ты веришь? Теперь. Верю. Теперь. Почему именно теперь? Потому что пришлось поверить. Морфорд поколебался было, но все же выбылил, отчаявшись, потому что я обнаружил телепатические способности у самого себя. Недоверчиво взглянул на него. Он, Харака, переспросил, обнаружил. То есть они у тебя прорезались совсем недавно? Да. Когда же? Когда мы прибыли на Землю? Ничего не понимаю, сознался обескураженный Харака. Ты утверждаешь, что какая-то специфическая особенность Земли неожиданно сделала для тебя возможным чтение моих мыслей. Нет, я не могу читать ваши мысли. Но ты же только что сказал, что стал телепатом. Вот именно. Мысли я слышу так же ясно, как слова. Да, если бы мне их рали прямо в ухо, но не ваши мысли и не мысли остальных членов нашего экипажа. Харака склонился к нему. Лицо его мгновенно напряглось. Ты умеешь читать мысли землян. И то, что ты прочел в их мыслях, беспокоит тебя. Морфорд, как твой капитан и командир, я приказываю тебя исполнить свой долг, информировать меня о всех своих подозрениях, касающихся землян. Он подождал немного. Потом сказал настойчиво и нетерпеливо. Говори же, докладывай. Мне об этих гуманоидах известно не больше вашего, ответил Морфорд. У меня нет абсолютно никаких оснований сомневаться в искренности и дружеских чувствах к нам. Но мысли их мне неизвестны. Клянусь звездами, я ничего не понимаю. Мы говорим не об одном и том же, перебил Морфорд. Чтобы с точностью ответить на вопрос, слышу я мысли землян или нет, следует договориться прежде всего, кого считать землянами. Вот так. Так чьи же мысли ты воспринимаешь? Морфорд собрался с духом и решился. Земных собак. Собак. Рака отпрянул и внимательно посмотрел на него. Собак. Ты это серьез? Я никогда не был более серьезен. Я слышу мысли собак и ничьи другие. Почему? Не спрашивайте, я и сам не знаю. Какое это отклонение от нормы. И с первой же минуты наше пребывание на земле ты читал их мысли. Да. И что же у них на уме? Примудрость чужой расы открылась мне. Сказал Морфорд. И чем больше я ее постигаю, тем страшнее мне становится. Вот и закончился наш сегодняшний вечер, дорогой мой друг. До свидания. До следующей встречи. У. Камина. 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 Продолжение следует...